Ребята, всем привет! Новый день, новый блог. Это у нас уже какой день? Четвёртый? В общем, мы вышли на прогулку, с этого начался наш сегодняшний день. Я легла очень поздно, в 5 утра, но не потому, что дочка нам не давала спать. Мы уже её просекли, мы её уже изучили за эти две недели. Кстати, сегодня ей две недели, получается. Даже не верится. В общем, она отлично себя ведёт в течение всего дня, ночи. Но она устраивает нам мини-концерт капризы перед первым ночным сном. Вот мы там прям долго укладываемся, уваюкиваемся, качаемся, и сосочкой полежим, и сосочкой на ручках посидим. И без сосочки, и так, и сяк, и то это не так, то это так. То надо, значит, сисю покушать, то не надо её кушать. Ну, короче, там вообще такая движуха на несколько часов. Вот, сейчас я её покормила, мы вышли на прогулку, и она как бы не спит, она просто наслаждается воздухом. Так, ребят, мы пришли домой, в ресторане мы так не посидели, начался какой-то дождик, и мы, короче, рванули домой, потому что в ресторане мы на улице обычно сидим. В итоге пришли домой, дождик закончился. Вот, но на самом деле мы нормально ещё не смогли посидеть в ресторане, потому что у Славы стрижка. Вот, и мы решили, что, может быть, сходим после, но я думаю, что после мы уже не пойдём. Пока мы гуляли на улице, Анютка хорошо спала. Правда, немножко просыпалась, но как только мы начинали ходить, бродить, она сразу засыпала. Вот, домой пришли, она ещё немножко подремала, и сейчас я её просто, это, подгузник поменял, её подсидовал, соуску дал, и всё. И Анютка здесь лежит, да? Мама сейчас достанет котлетки. Что у меня есть в морозилке? Много-много всего. У меня тут есть и рыба, раз, два, три, и мясо, и половину курицы суп сварить можно, и котлеты. Я их достану, пусть размораживаются. Тут у меня шесть, надо, наверное, восемь. Вот мой сладкий гномик, любимый мой шоколадник. Блин, она на Славу капец как похожа. И иногда я ловлю немножко кринж. Иногда я ловлю немножко кринж, потому что я кормлю её грудью, и я на неё смотрю, и я понимаю, что я как будто своего мужа грудью кормлю. Она очень бывает так похожа на него, просто капец. Ну, понятно, что она его дочь, она должна быть на него похожа, на типа всё нормально, понятно. Но просто иногда с какого-то ракурса она очень похожа на меня. Я прям смотрю на неё, и мне кажется, типа, блин, мне кажется, я так выглядела. Ну, понятно, что верх не мой, ну, Слава прям. Но с какого-то ракурса, снизу особенно вот эта часть, она как будто вот прям моя. Я смотрю на неё, думаю, это же мой маленький меденчик на маму похож. А иногда я на неё смотрю, и я понимаю, что это просто Слава, просто Слава. грудничком обличьи и гиги посмотрим поближе эти какие глазки они у нее голубенькие а вокруг зрачка светлая не знаю лучше какому не сильно видно я бы конечно очень хотела чтобы моей милой сладенький пупсик были глазки как у меня какие будут такие будут понятно что голубые глаза обычно потом меняются еще что-то у многих детей с рождения голубенькие глаза ну вот я не знала всех ли прям вокруг зрачка такой вот светленький видите то есть у нее прям вокруг зрачка светлое что-то дело в том что у меня тоже глаза такие видите какой у меня глаз то есть он у меня получается серый цвет глаз но вокруг зрачка у меня ну коричневый и у нее тоже я смотрю вокруг зрачка есть какой-то другой цвет ну то есть не уверена что ей нравятся эти музыки но в смысле что она вообще что-то в них смеслить ею так обожаю она уже такой мир родной малыш в смысле на мой родной малыш стала как только родилась но я уже не так привыкла мы уже знакомы тела две недели а до этого мама тебя только в животике знала печенюшка моя жарко тебе на камеру смотришь а вот так будешь смотреть чуть-чуть следит донючка сидит with тебя тоже надо поснимать до котенок мой я постоянно забываю в этом приложении baby плюс называется это продолжение приложения про беременность да и не выключил что он спит ну ладно что-то мне кажется у меня выразил похреначи слишком сильно потому что такое прям что лед на них такого вообще-то не должно быть а еще обычно когда стрижется слава на стрижку также отправляется ли лиена поэтому в принципе гипотетически можно было бы ее тоже записать понятно они не в одно и то же место хобби просто они обычно одновременно стрижутся примерно ну короче примерно в одно время кто-то у меня спрашивал по поводу того нужна ли помощь с малышкой и вызываем ли мы на помощь наших родных мам и так далее и я сказала что нет что это правда нам абсолютно сейчас нужна помощь с нашей дочкой потому что самый главный человек в сейчас это я конечно папа тоже важный человек а еще и очень рада что она любит купаться принимать ванну прямо у нее такое классное настроение в этот момент у нас есть очень классные пустышки которые светятся в темноте ночью сфоткала ее и она как будто бы светлячка и есть такое чудо так пустышки положил тебе сюда твой автомобиль и мы поедем с ним подальше куда-то еще нам сегодня в гости должна приехать мама славы и его дедушка да конечно в колясочке очень хорошо малышка засыпает причем дело не в улице в улице я думаю тоже но вот мы стояли на улице около кофейни и она начала ну кряхтеть типа просыпаться ей что-то нравится не нравится и как только я начала качать она сразу вырубилась ну то есть все таки вот этот вот качательный эффект он улет а еще говорим о том что меня хейтят мои подписчики но я не уверена что это прям мои какие-то преданные зрители типа которые меня прям любят ну хотя не знаю там писали что я люблю люди но так не нравится короче не нравится то что у меня сейчас видео выходит с опозданием большим то есть сейчас я выберу на youtube-влог который я снимала месяц назад беременная еще и подписчики знают что я уже взяла все то есть ну как бы я с одной стороны реально понимаю я знаю поговорку ложка к обеду конечно я согласна я сама как бы такое не люблю но я даже так сделала не просто так я пищу глютусти при 5 а я понимаю что вы знаете что я уже родила на блогах я типа беременна но почему от этого вам становится менее интересно посмотреть то чего на примере нигде не рассказывала грубо говоря я снимала блоге и рассказываю покажу там то что я нигде больше не показывала вот и конечно немножко неприятно кто-то говорит теперь вообще все они выставляете видео старые типа забей все нам уже не интересно кто-то пишет и кто-то написал типа как вы можете так писать юля там всю беременность на последних месяцах снимала видео монтировали их сидела чтобы потом вам их показывать выпускать а вы типа такой пишите ну типа такое в духе неуваживания труда какого-то вот на самом деле я спокойно к этому отношусь мне конечно самой не нравится в духе делать такую ситуацию в которой подписчики негодуют и я конечно вижу что и по просмотрам поменьше и комментарии уже не такие лучезарные но я принципе ничего поделать не могу я хотела чтобы у меня были видео которые будут выходить тогда когда я не смогу что-то выставлять в интернет потому что я сказала сразу подписчикам что я первого дня жизни своей дочки буду снимать ее с ее лицом я не хочу ее блюрить как-то на логах не хочу ее показывать она уже есть в нашей жизни я хочу снимать ее с первого дня и не только для подписчиков но еще и для себя потому что мои блоги это моя жизнь это книга типа про мою жизнь за про меня это большая память и я не могу сейчас выпускать видео с нашей дочкой потому что мы не показываем по своим каким-то убеждениям потому что мы хотим ее покрестить я знаю что для кого-то это смешно типа чё в духе вы не хотите показать вы думаете что мы так захотим сразу взять и сглазить вашу дочь но я считаю что у нас супер-пупер милая красивая дочь любимая и я понимаю что допустим кто-то посмотрит и с какой-то любовью с душой скажет там и напишите ой какая там лапочка что-то такое милое и я на самом деле бывает боюсь его даже в моей жизни были ситуации когда мне люди делали очень много комплиментов и меня это естественно напрягает ну типа я помню меня как-то красили и очень много комплиментов в один момент делать вот какая ты красивая какие у тебя глаза какие у тебя брови а какие у тебя губы типа все такое красивое такое красивое и для меня это было такое знаете я понимаю что человек просто ну искренне может быть хотел как-то не знаю ну как я тоже думаю если что-то мне красиво там не знаю кто-то красивый у кого-то там ну не знаю что угодно на каком на каком-то платье красиво сидит я с удовольствием напишу то что я считаю что позитивными эмоциями и хорошими там какими-то словами да нужно делиться ну как бы написать человеку если считаешь то что он там красивый но иногда есть знаете такой перебор немножко который меня напрягает такой вот зайчик чё кряхтить мамы и шарик привязала чтобы она знала что она девочка на самом деле я думала может она за ним последить захочет короче я перестала заказывать что-то на вб знаете почему потому что меня пугает что утром на к нам будут постоянно приходить курьеры и все мои заказы растянутся на дохера дней потому что я бывает много чего закажу и в течение недели блин каждый день приходят курьеры ну типа там нет такого что не есть такой если отказываться от доставки и например все что мне могли привезти и в течение там трех дней они это не приводит а потом привозят в один день но это надо каждый день звонить и говорите что вот сегодня нам ничего не привозите типа вы привозите там потом короче меня просто бесит вот эта хрень что нельзя выбрать какой-то один например день доставки чтобы привезите все вместе когда все придет в один день, потому что, как я и сказала, я там кучу всего понавыбираю, блин, на тысячу, я не знаю, сколько, и все это растягивается, каждый день к нам приходят курьеры, каждый день утром звонят, 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 когда я была просто беременна, еще как бы ладно, хрен с ним, проснулся, ответил, да, все окей, привозите, приносите, муж быстренько встал, побежал, а сейчас, когда маленький ребенок, с которым я в 5 утра бывает засыпаю, ну, мы, правда, спим потом на обед, все вместе, вот, я могла бы раньше засыпать, но я просто каждый раз, когда она уходит вот в этот первый ночной сон, я думаю, так, у меня есть там 2-3 часа, чтобы помонтировать, что-то поделать, и я сама спать еще не хочу, вот в чем прикол, потому что мы спим долго, и я не сплю, я жду, когда она проснется, чтобы ее покормить, и уже тогда реально лечь спать, и получается, что она бывает там в 4-5 утра просыпается, я ее кормлю и все, а потом мы уже спим, так, померяем давление, у нас есть вот такая хрень, хрень, давление должно быть не больше 125, наверное, куть-куть-куть-куть-куть, как курочки, все, вот так вот мы лежим и кусим, у меня своя такая система, схема, одноразовая пеленка, сверху просто мягкая пеленка, есть еще пеленка муслиновая, которую я сворачиваю вот таким вот кружочком, ну, не кружочком, а сарделечкой и подкладываю под спину, и есть еще у нас вот такое милое одеяло, которым я ее накрываю, каждый раз в идеале не забывать в приложении отмечать, когда я покормила ее, когда она лила спать, это полезно просто даже для того, чтобы своим каким-то временем немного управлять, скажем так, чтобы было какое-то понимание, что вообще у меня по плану, типа вот она там сейчас поела, значит она не должна быть голодной, и можно, не знаю, отлучиться куда-то, я уверена на 100%, что в комментариях напишут, вот, как ты можешь снимать видео на YouTube в тот момент, когда ты кормишь грудью, спокойно, может быть я никого не кормлю грудью, а просто лежу и подставила какие-то звуки, как ребенок ест грудь, не знаю, я не вижу в этом ничего такого, не вижу в этом ничего какого-то даже интимного, вы же не видите грудь и не видите, ну, ничего, типа, криминального, скажем так, могу сказать, что это самое чудесное чувство на земле, когда твой малыш тебя ест, людоедик ты мой, будто бы я просто лежу, видите, кто скажет, что я кормлю грудью в этот момент, никто, публичного кормления у нас еще не было, вот, и я бы этот момент не хотела как-то сильно приближать, если честно, вот, поскольку какой-то такой прям необходимости и нужды в том, чтобы где-то в публичных местах нам с ребенком долго находиться и кормить, пока нет, это хорошо, а еще я ни разу еще не сцеживалась, и мне кажется, что я могу ошибаться, я думаю подписчиков спросить у девчонок, но мне кажется, что, даже как сказать, не то чтобы это не очень хорошо, короче, я просто переживаю, что если вдруг я начну сцеживать молоко, молокоотсосом, то тогда у меня его начнет как-то больше приходить, а сейчас как будто бы у меня приходит столько, сколько нужно дочке, и она хорошо кушает меня, у меня нету ощущения там, знаете, что у меня сейчас взорвется грудь, да, она бывает более твердой, конечно же, чем там, когда она скушала всю сисю, но, короче, я к тому, что вот у меня нету страха сейчас, что у меня придет молока больше, чем она съест из-за этого, ну вы же знаете, наверняка, девчонки точно знают, что бывают всякие там проблемы, не знаю, мастит, не мастит, лактостат, короче, я, честно, не очень сильно в этой теме разбираюсь, просто знаю, что бывает такое, что очень много молока пришло, оно там, типа, как-то забивается, не забивается, очень сложно потом расцедиться, очень больно, короче, поднимается температура, вообще какой-то трэш, надо ехать в больницу чуть ли там, не пить какие-то лекарства, антибиотики, не антибиотики, короче, я боюсь сцеживаться из-за этого, в том плане, что мне кажется, что если я начну сцеживать молоко, то его начнет приходить сильно больше, чем нужно Ане нашей, и тогда мне нужно будет его постоянно сцеживать, чтобы куда-то девать, а сейчас оно уходит как надо, что, фныкать сейчас будешь? Не спи, так что, короче, не знаю, что делать, с одной стороны, было бы неплохо, но нет, я думаю просто рано, сейчас пока мне никуда не надо отлучаться из дома, вот так вот надолго, например, все равно как будто мне проще с собой ребенка взять и где-то публично, знаете, или в машине покормить, чем сцеживаться, потому что вот реально, я не знаю, я думаю, что, конечно, это все ерунда, и такого не будет, ну, может будет, может не будет, не знаю, но вот есть такое переживание, что если буду сцеживать, то, типа, будет что-то не так. Моя мама как-то была у нас в гостях, и я в этот момент как раз кормила, и она очень удивилась, что я сначала кормлю одной грудью, минут 10, потом вторую даю, и мама сказала, что, типа, у нас такого не было, ну, типа, в духе кормили одной грудью, а другую сцеживали, и думаю, зачем? Ну, типа, что за бред, зачем сцеживать? Она отлично съедает одну грудь, потом продолжает, ну, съедает вторую, и понятно, что она столько может не съесть со второй, но потом я начинаю, например, со второй, с которой мы закончили. Ну, короче, нужно постоянно прикладывать. ГВ — это улет. Есть куча своих, конечно, я думаю, ну, типа, минусов, понятное дело, в духе ты переживаешь что-то съесть лишнее, но на самом деле я сейчас переживаю прям, ну, стараюсь не есть ничего лишнего, хотя какие-то конфетки себе позволяю, но, знаете, никаких чипсов, понятно, я не ем, соки какие-то я не пью, то есть я, ну, мало чего на самом деле, из того, что я ела, пила в беременность, даже себе сейчас позволяю, ну, практически ничего на самом деле. И я спокойно, нормально, кстати, с этим живу, и меня абсолютно это не парит, у меня столько забот в день, столько хлопот, забот, что я даже, если честно, не успеваю как-то очухаться и вспомнить, что, ой, мне же надо что-то там, типа, съесть, я что-то хотела прям съесть, выпить такого не один, на самом деле, вообще на шуте, как это, белка в колесе, и поэтому спокойно переживаю то, что не ем каких-то чипсов, не чипсов, ну, типа, вообще пофиг, я думаю, что, знаете, когда просто вот лежишь, смотришь сериал, хотя один раз я попробовала поесть чипсов совсем чуть-чуть, лей с сыром, мне очень сильно захотелось, я съела буквально вообще чуть-чуть-чуть, чуть-чуть, и, ну, всё нормально, никаких там реакций у дочки не было, и стул нормально, всё, короче, норм, поэтому я думаю, что гипотетически я, наверное, могу просто каждый день что-то новенькое добавлять, смотреть на реакцию спокойно, да, без всяких этих самых, но мне всё равно страшно, понимаете, страшно, потому что она же совсем малышка, и я думаю, что мне будет проще такие движухи делать, ну, активно как-то, стараться что-то добавлять интересненькое в рацион свой, наверное, с месяца её хотя бы, потому что я, не знаю, как будто бы я буду спокойней, что у неё там уже плюс-минус все вот эти ЖКТ, не знаю, не ЖКТ, короче, как-то плюс-минус всё уже устаканилось, понятно, что не устаканилось нифига в месяц, так необычно иметь ребёнка, очень необычно и очень здорово, с каждым днём всё больше и больше привыкаем к этой новой роли, и, знаете, сначала ты немножко, ну, не понимаешь то, что твоя жизнь другая и то, что она изменилась, и ты привыкаешь, и не понимаешь, ну, короче, такое странное состояние, ты уже, ну, как бы, я даже до сих пор не могу поверить то, что вот я мама прям человека, потому что я всё, ну, вот сколько вивочки наши лет, я привыкла, что я как бы её мама, мама собачки, и сейчас мне, ну, получается, я ещё и мама человека, реального человека, и всё равно вот я на неё смотрю, я понимаю, что она мой ребёнок, и уже прошло две недели, и уже две недели, а я всё ещё не верю, что две недели назад я родила человека, ну, типа, для меня это вообще просто, знаете, как будто бы, как будто бы это всё просто какой-то сон, хотя при этом я в адеквате, я здесь, типа, я в ресурсе, ну, то есть я всё понимаю, у меня нет никакой депрессухи, наоборот, типа, всё вообще классно, клёво, просто единственное, что, конечно, я много сижу дома, практически не выхожу, единственное, куда выхожу, это вот во дворе погулять, ну, вот, правда, мы в кафешку ещё периодически ходим, и это, конечно, тоже прям класс, и на самом деле я думала, что от того, что я рожу летом, типа, какой же вообще класс, мы сразу будем гулять, поедем на дачу, но мы, скорее всего, поедем на дачу, скоро совсем, я думаю, что на следующей неделе прям поедем, потому что сначала мне казалось таким страшным, типа, как, вообще, в Москве это непонятно, мне нужно будет, чтобы кто-то постоянно мне помогал с маленьким ребёнком, я же ничего не знаю, даже когда ты посмотришь курс, всё равно, пока ты на практике это всё не отведаешь, скажем так, ты всё равно боишься, а по итогу я понимаю, что сейчас мне вообще, ну, вот, только муж, муж не на помощь нужна, потому что, например, вот даже утром, он раньше меня лёг спать, я позже легла, поделала свои дела, покормила нашу дочку, поменяла подгузник, всё, и мы ушли уже вместе в совместный сон ночной, её второй ночной сон, вот, а под утро уже тоже я всё это делала, потому что я обычно славу утром, ну, типа, ночью там не бужу менять подгузник, потому что один хрен я просыпаюсь, чтобы покормить, и, типа, смысл, ну, я вам рассказывала, смысл мне ещё его будить, если я уже встала, например, ну, пусть он хотя бы поспит в духе, хотя мне поменять подгузник, приходится вставать, и иногда это не просто поменять подгузник, иногда это потужиться чуть-чуть, покряхтеть, описать, например, этот костюмчик наш, это костюмчик поменять, пока костюмчик поменяешь, то уже время придёт, так, сколько мы уже сись в одну и нем, уже 10 минут, давай менять, показываю, рассказываю, как оторвать от сиськи, нужно, короче, типа, мизинец, ей, как бы, в рот, типа, засунуть, ну, короче, вот так вот гулу оттянуть, чтобы вот этот вакуум убрать, потому что иногда она, короче, спит, это такой угар, вот она спит с сиськой во рту, вот реально, представляете, что моя дочь смотрит, и ты, как бы, хочешь достать свою грудь, а она, как, начинает её засасывать обратно, ну, короче, приколдес, поэтому она вроде спит, а вакуум оттепляем, сейчас мама тебе вторую даст, печенюшечка моя, сейчас, не ешь свою руку, так проходят мои будни, знаете, с одной стороны, мне хочется уже увидеть, какой она станет, типа, через месяца-два, она же такой другой уже будет, а с другой стороны, мне так грустно, потому что я понимаю, что она уже не будет таким птенчиком, она будет другим птенчиком и воровушком сладеньким, но она будет уже другой, у неё появится шея, а сейчас у неё шейки даже нет, просто круглая головешка и куча складок, интересно, какие волосы у неё отрастут, через два месяца даже, лето очень быстро прошло, для меня так вообще просто сумасшедше, ещё из-за того, что я беременная была, куча хлопот всяких, работа, сейчас ещё малышка родилась, и тоже, знаете, всё равно, хочешь не хочешь, день сурка, всё равно день сурка, потому что куча одинаковых ритуалов выполняешь, подгузники, там, покормить, уложить, что-то по работе, ну, то есть сейчас особенно из-за того, что мы особо не выходим из дома, но мы потихоньку сейчас начнём уже, вот, всё равно, конечно, такой день сурка, и из-за этого очень быстро дни пролетают, прям очень быстро, потому что у меня, по сути, нету даже времени, знаете, просто посидеть, там, репу свою почесать, и я на это не трачу время, ну, то есть, знаете, просто сидеть на релаксе, хотя, вот даже у Саши Пасновой, кстати, она тоже родила, я почему-то думала, что она раньше меня родит, хотя мы с ней вот как в духе обе себе что-то там ставили, в голове как будто прогнозировали, так и получилось, потому что я, мы с ней переписывались, я и говорила, что у меня чувство, что я рожу до ПДР, у нас с ней на один день ПДР стоял 9 число, хотя по скринингу у меня на 3 число стояло ПДР, вот, а у неё по скринингу что-то там попозже, по-моему, стояло, если я не ошибаюсь, это она уже у себя где-то рассказывала в видео или в сториз, я не помню, где видела, короче, я почему-то думала, что она раньше меня родит, потому что у неё это и второй ребёнок, ну не знаю, просто было такое предчувствие, но при этом я про себя была уверена почему-то, что я не дохожу до ПДР, ну до 9, я почему-то вот так и думала, что я должна родить раньше, вот просто чувствовала всё, хотя я вот типа первородящая в духе, ну ещё не рожала ни разу, что мне откуда, что-то там знать, чувствовать, понимать, но я почему-то вот прям думала, что точно буду урожать раньше, вот, а Саша была уверена, что она родит позже ПДР, вот она прям чувствовала, что позже, и так и получилось, я родила до ПДР, она попозже ПДР, так вот, я у Саши увидела в сториз, что первые 40 дней после родов нужно придерживаться правила трёх Л, любить, лениться и типа лежать, что ли там было, любить, лениться, ну лежать, наверное, ну короче, типа кайфовать, вообще не заморачиваться и так далее, и я думаю, что это, конечно, правильно, потому что и организму нужно восстановиться, и что все органы на место встали, она ещё Бен Кунг подвязывает, но она молодец, вот я ленюсь, из этих трёх Л я делаю только два, это люблю и ленюсь, но ленюсь я подвязывает Бен Кунг, а всё остальное я делаю, блин, ну на самом деле, наверное, это неправильно, но я не могу, честно, я намного быстрее прихожу в себя и морально, и физически, мне кажется, когда я вот в своём ритме живу, я, конечно, думала, что как только я рожу, я реально буду лежать вообще вот так, ну не то, что лежать, а в том плане, что я что-то не смогу делать, что у меня всё будет тяжело, мне не будет на это времени, в итоге на всё у меня есть время, абсолютно на всё, спасибо моему ангелу такому хорошему. Так, ну всё, креветку я покормила, она там задремала, пока я её кормила, но я её решила переложить, потому что я хочу, чтобы она рядышком со мной лежала, тем более у нас день, а днём у нас играет музыка, на всю катушку, мы разговариваем, мы не шуршим, не это самое, вот, так что всё, я сейчас поставила видос на загрузку, а ещё видите, как у меня тут уютненько всё, красивенько. Так, надо перезагрузить комп, у меня какая-то хрень с интернетом, иногда видосы грузятся, типа, хотят грузиться по часа два. Блин, мне надо видос открыть. Так, быстро, быстро, быстро открыть новое видео. Так, и на рутюбе у меня продолжают выходить в выпуски, но, наверное, когда это вы смотрите, уже всё. О, так, что вы крыльтюлечки там у меня такие? В этой комнате теперь царит такая уютная, милая, детская атмосфера. Ещё эти шарики, конечно, добавляют. Но фонтаны мы уже выкинули, потому что они уже, это, примуныли. Так, домашние чебуреки открыла. Я, кстати, абсолютно не боюсь одна оставаться ребёнком, с ребёнком дома. Вот если бы грудь была у папы, тогда я бы боялась одна с ребёнком оставаться. Не страшно одно оставаться с ребёнком, когда ты кормящая мать, потому что всё то, что нужно твоему ребёнку, она у тебя всегда с собой. Да, мой хороший. Девочка моя. Да, бабушкина красавица. Ну всё, что, у нас любовь. Не знаю, как у вас, у нас любовь. Да, вот так и будем разговаривать. Конечно. Конечно, мой хороший. Бабушка пришла, да, бабушка. Анечка, бабушка. Наконец-то бабушка приехала, а ребёнок не спит. Да, наконец-то. Можно хоть на ручках потискать. На ручки, на ручки, бабушка. Красотуля, красотуля. А чё ты к ней пристаёшь? Я пришла. Она к ней всегда пристаёт. Моя очередь к ней приставать, да? Бабушкина. И что такое? Что такое? Что? Солнышко, солнышко светит. Да, да, да. Так, ребят, от нас уехала мама Славы. Но она уже давно уехала, и мы поужинали вместе. Вот такое чудо у нас тут спит. Очень долго сегодня убаюкивалась. Такой вот сладкий попсик с шариком. Зачонок. Слава всё, ей всякие игрушки пытается показать. Думает, что они ей сейчас интересны. Папочки уже не терпятся с тобой в игрушки играть. О, Нютки, завтра первая серьёзная фотосессия. Ну, первая была, когда она родилась. Ну, такая серьёзная, красивая, с позированиями. Пусть завтра. Я тут навожу красоту. К нам приехала посылочка. То, что я заказывала вчера, по-моему. Заказала кучу пелёнок одноразовых. И таких, и сяких, и всяких салфеток. Ой, мне кажется, я много заказала. Я думаю, будет меньше, если честно. Теперь надо придумать, куда это всё девать. Короче, это расходники. Расходный материал, который нужен в большом количестве. Так, здесь одноразовые пелёнки, которые я ещё не тестировала. В общем, я заказала разных пелёнок и немножко парочку нарядов. Вот, я здесь поменяла этот на, господи, простынку с бежевыми сердечками на просто белую. Мы, конечно, тут всё равно не лежим, но я подумала, что всё равно эстетичнее, когда там белая, чем бежевая с сердечками. И всё-таки накрыла пледиком, чтобы, если что, можно было вот это поднять и на чистое положить малышку нашу. Вот эту штуку мы вчера её клали. Ну, что-то, мне кажется, ей не особо зашло в этой штуке лежать. Мне кажется, сюда прикольно положить попозже будет. Пылесосила всё хорошенько тут, прибрала. Пыль я тут ещё вчера протирала. И в планах ещё помыть полы сегодня и убраться на кухне и в ванной. Вот, ну и сейчас надо всё это разобрать и куда-то запихать. Вот это прям круто. Много, очень много. Сейчас будем открывать всё и смотреть. Ну, в ванной у нас, в принципе, так-то порядок. Всё реально чисто, но, видите, вот эти штучки, они брызгаются. А меня это бесит. Люблю, когда всё идеально чисто. Вот, а так у нас в целом чисто дома. Так-то не придерёшься. Там у нас всегда носочки нагреваются. В случае чего сразу на ногу хоп и тёпленькие. Вот, я хожу в утяжках. Мама у меня купила утяжки, но они, я думаю, у меня по размеру не то чтобы не очень. Думаю, надо было поменьше размер брать. В чём их смысл? Ну, они просто, типа, утягивают, чтобы живот, может, быстрее уходил. Но, я думаю, лучше, конечно, было бы какой-нибудь бинкунг носить. Каждый день думаю о том, чтобы найти время на то, чтобы научиться завязывать этот бинкунг. В любом случае, думаю, это, конечно, намного полезнее, чем утяжки. Ну, хоть что-то. Две недели после родов. Живота практически нет. И жопы тоже. Я делала котлеты с рисом и салат. Да, ничего необычного. Тут до хрена килограмм всего. Мелёнки у нас одноразовые кончаются просто со скоростью света. Потому что мы довольно-таки часто нашей дочке устраиваем воздушные ванны, чтобы она лежала без подгузников. И не знаю, как у кого, но нашей дочке это очень хорошо помогает сделать свои дела. Ну, вот прям вообще офигенно. Поэтому там, конечно, убирать приходится потом нормально так. Подгузники-то что? Всё в подгузнике. Но в любом случае, это реально намного ребёнку лучше. Прям, знаете, свобода. В этой свободе всё получается. Так, вот такие пелёнки. Типа упаковки по 7 штук. Стоят, кстати, довольно-таки недёшево. Ну, в принципе, пелёнки. Ну, понятно, я, может, какие-то, типа, классные заказываю. Есть какие-то там дешманские. Но нам вот 7 пелёнок одноразовых. Может, дня на 3. И то они факт. Всегда по-разному. Обычно всё равно у нас пелёнки в 2 в день точно уходят. Не знаю, хорошие нет. В любом случае, они нам нужны. Я буду всё раскрывать. Ну, не всё-всё, конечно. Потому что мне это просто некуда будет складывать. Подгузники я уже не заказываю, потому что у нас их много на данный момент. Они, конечно, кончаются тоже быстро. Но пока не заказываю, потому что надо подождать. Чтобы закончились, хотя бы начали приближаться к концу те, которые у нас до 5 килограмм. Получается, первый размер Newborn, он до 5 килограмм рассчитан. Вот. А мы уже 4 килограмма где-то весим. Мы их ввешивали, правда, в одежде. Наверное, лучше всё прям мне не раскрывать. Ну, вот так вот в упаковке точно достану из пакета. Ещё я не удержалась и заказала 4 наряда нашей дочке. Несмотря на то, сколько у нас много вещей. Но вот эти нарядцы мне очень понравились. Первый наряд – это вот такие пчёлки. Мне очень понравились вот эти вот комбезы на молнии. Господи, везде не могла вспомнить, как это называется. Я про молнию. Вот. Очень понравились на молнии. И они с ручками. А, этот без ручек. Ну, ладно, ничего страшного. Я заказала вот этот костюмчик в 62-м размере, чтобы на вырос. Потому что сейчас у нас есть такие прикольные на молниях. Не знаю, мне просто понравилось с пчёлками. На самом деле, вот это реально правда. Пока у тебя не родился ребёнок, ну вот у меня, пока у меня не родился ребёнок, мне хотелось всё такое бежевое, эстетичное, такое в духе инстаграммное, знаете. А как только она родилась, мне захотелось её наряжать в какие-то прикольные костюмчики, типа с пчёлками, ну вот как сейчас, то, что я заказала, видите, вообще, ну, с принтами. Но эти принты прикольные. Это интересный такой факт, что когда у тебя ребёнок уже рождается, тебе прикольно видеть его именно в каких-то вот таких милых детских нарядах. Хотя просто белые какие-то костюмчики, такие эстетичные, именно как вот, типа стильные, без принтов, у нас тоже есть, они тоже нам очень нравятся. Но вот это просто чудо. Тоже 62 размер. Это нам с трёх месяцев где-то. Сейчас я на неё надеваю 56, но он ей велик. Но у нас мало совсем одежды, типа 52 размера. Она родилась 52 сантиметра, получается. Я думаю, может, сейчас уже 53 даже, хотя, может, вряд ли. Хотя я не знаю, если честно, за две недели ребёнок вырастает, сильно ли он вырастает. Ну, короче, типа 56 размер, это, по-моему, даже 56 размер. Нет, 56 это от нуля до трёх. А 62 это, по-моему, как раз-таки от... Да, от трёх месяцев. Вот так. Ну, это как бы такое, знаете, условно, потому что понятно, что все детишки разные по росту. Доказала вот такой вот песочник 56 размера. Это нам сейчас можно носить. Вот. Очень уже жду, когда будет тепло, потому что я постоянно нашу дочку наряжаю довольно-таки в тёплую одежду, потому что ветер, нифига не жарко, и я переживаю, чтобы она не заморозилась. Поэтому, не знаю, бесит меня это. Хочется, чтобы была кайфовая погодка, и просто малышку положить вот так вот. Не знаю, может, лёгкие какие-то носочки на ножки натянуть, чтобы она чивила, кайфовала. В хорошую погоду, летнюю, которую она заслуживает. Она родилась летом. Ещё я заказала вот такую с акулами. Это какой-то, тоже 62 размер. И почему-то тоже всё без ручек, блин. Ну, ладно. Я думаю, что она уже к тому моменту и побольше будет, и уже пусть уже своими ручками играется. Но сейчас мы тоже её оставляем с открытыми руками. Хотя я ещё ни разу ей не стригла ногти за две недели. Они у неё мягкие, и она себя ещё ими ни разу не оцарапала так, чтобы... Я такая, ой, капец. То есть мы на них смотрим, они мягкие и не длинные. Не знаю, надо, наверное, подстричь, но я что-то видела, что там на какой-то трица на этот день стригут. Ну, мне кажется, это всё шляпа, просто нужно стричь тогда, когда тебе подсказывает твоё сердце, скажем так. Но у нас, конечно, сразу были длинные ногти, когда она родилась, но они были мягкие, и они сами как будто, вы знаете, просто смялись, отломились, что ли, хрена, вы знаете. То есть они даже не просят того, чтобы их подстричь. А, ещё заказала одноразовые пелёнки от Джунис. Они у нас как раз-таки и были. Что Мэрис, что Джунис, хорошие подгузники, ни в каких у нас ничего не протекает. Если их правильно надеть, всё хорошо застегнуть, ни в каких ничего не будет протекать, ну, по крайней мере, у нас. У меня два раза у дочки, получается, на моей памяти протекал подгузник. И я думаю, что просто из-за того, что как-то неправильно закрепила, типа, по какой-то такой причине, потому что всё, это было два раза, и уже, я не помню, ну, типа, давненько. Здесь каждые десять штук. Ой, что-то у меня до хрена всего. Так, а это чё? Я просто не знала, что у нас будет так много пелёнок одноразовых уходить, но они у нас, правда, знатно расходятся. Причём мы ещё такие, ну, типа, знаете, капелька чего-то, всё, уже меняем. Ну, блин, есть возможность, почему нет? Если вдруг она чуть-чуть срыбнёт молочком на пелёнку, то я эту пелёнку не выкидываю, я её сворачиваю потом для туалета Вивьены. Она мне использована, потому что, блин, зачем выкидывать? Она, по сути, чистая, просто мне уже не хочется, например, лицо ребёнка класть туда, да? Или переворачивать её кверх ногами, потому что там были её ноги, например. Хотя, понятно, она по полу не ходит, но всё равно там, где лицо, хочется, чтобы было чисто. В чём хранить конфетки? В этом мишке или в этой штуке? Чё, я сказала, вот такие пелёнки, они дешевле тех, которые сейчас я показывала, но здесь зато 60 штук. И они тоже, типа, не какие-то там супер прям самые дешёвые, но и типа попроще, я так поняла. Хочется одну открыть, посмотреть, что за пелёнки такие. Вообще херня, конечно. Да, эти пелёнки, конечно, вообще отстой. Посмотрите, вообще ужас. Просто отвратительные. Я в шоке. Короче, вот пелёнки от вот этого бренда. У нас от них есть, кстати, салфетки. Вот от этого бренда вот такие пелёнки. Ну, типа нормальные, но всё равно не сравнится с теми, которые у нас от Nappy Club. Короче, сейчас покажу. А вот эти, это вообще... Тут вообще как будто пустота. Ну ладно, оно же всё-таки не на твёрдом столе лежит, но это трэш. У меня таких три упаковки большие. Мы всё равно их потратим, конечно же. Но я разочарована. Вот такие пелёнки прям не понравились девочке. С другой стороны, какая разница? Тут как бы смысл в том, что вы просто положите на чистая ребёнка и на этой пелёнке просто поменять подгузник. И чтобы она, если что, полежала на эту пелёнку уже и пописала, допустим. С этой точки зрения пофиг, но мне прям очень не нравится, потому что я вам сейчас покажу, какая у нас пелёнка. Сейчас. Вот от этого бренда просто восхитительные пелёнки. Они как, ну я не знаю, как не пелёнки, а как какое-то одеяло мягкое. Одно удовольствие на этих пелёночках ребёночка своего переодевать. Так, в общем, у меня тут капец. Куда мне это всё раскладывать? Видите, у меня тут сколько запасов бесконечных. Капец, да? Запасов. Просто я такая запасливая мать. Вот сюда можно было бы что-то положить, но у меня здесь подушка для кормления. Хотя я редко пользуюсь, но зачем мне сюда всякие пакеты складировать? Надо их в шкаф складировать. Короче, да, тут бы тоже мне туда разобраться уже по-хорошему. Вот так вот. В итоге у нас всё реально забилось. Всем. Там у нас игрушечки внизу какие-то. одежда. Всё, короче, забито. Ну, в этом шкафу есть ещё место. Есть ещё, Надежда, на этот шкаф. Ну, короче, я всё ещё в шоке от этой пелёнки. Прям трэш. А вот эти я отнесу в ванну. Не знаю, сейчас там они поместятся, нет. Вот так у нас всё это дело выглядит. Вот такой вот у нас набор получился. Ой, какие же классные вот эти пелёнки. Ну, вот она лежит. Она прям, ну, я не знаю, прям бархатная какая-то. Честно, мне кажется, у нас даже у Вивы пелёнки лучше, чем вот эта. Я прям не могу, я вообще в шоке. Я не думала, что будет прям настолько плохо, потому что они всё-таки тоже, знаете, не три копейки стоили. Триндец. Ладно, вы зато посмотрите, сколько я салфеток показала. Там типа, ну, были такие коробки по пять упаковок. Ну, салфетки, ну, это реально пригодится нам ещё дофига. Сейчас я сюда вот так вот сложу домиком. Смотрите, как идеально у меня получилось. Сюда же я запихну вот эти штуки. Так, а что у меня ещё там? Ну, те пелёнки нахрен я уберу в другой шкаф. Ну, и тогда уж и это можно сюда положить. Только далеко, главное, чтобы салфетки эти у меня не лежали. Ну, я постепенно всё и так буду доставать, потому что у меня здесь тоже есть ещё запасы салфеток каких-то, пелёнок. Вот тут ещё вот салфетки, подгузников сколько. И это ещё у нас не всё, у нас ещё одна огромная упаковка. Люблю я, чтобы всё было в запасе. Так, и эти для груди тоже у меня дофига. Так, ну, что мне делать-то с этими кочерыжками красивыми? Вот это хочется повесить на кровать, но мне пока туда даже класть нечего, даже не знаю, нужно ли это делать. Сейчас я это всё сюда запихаю. Слушается так, что у нас много игрушек, в которые она сейчас, ну, как бы играть не будет в силу своего юного возраста. Мама мне вот это передала, вот эту красоту. Это, конечно, очень мило. Типа это носила я. Это моя шапка, я была маленькая, я носила. Вот с этим ковриком тоже не знаю, что делать. Мы пока на него не ложимся и в него не играем. Но я думаю, он нам совсем скоро уже начнёт пригождаться. Дочку нашу мы выкладываем уже на животик. Вот, недолго мы её так держим. К нам приходила врач-федиатр, показала, как чего-кого. Только что у нас были купательные процедуры. В общем, как всё было. Она начала плакать, она дремала рядом со Славой. Я тогда раскладывала вот эти пелёнки, распашонки и так далее. Вот, мы подумали, она хочет кушать. Я начала кормить, она вроде кушает, в рот молока набирает, рот открывается, выливается, начинает кричать. Потом мы пришли сюда, подгузник был чистый. Я его сняла, и после этого у нас началось освобождение. Сразу ребёнок успокоился и в туалет сходил. И всё. И тут мы уже поняли, что как бы дело близится к купанию. Кстати, купание у нас занимают, вот именно искупать малышку, от момента погружения в ванну до момента достать, 5 минут. Ну, даже меньше. Меньше, на самом деле. Даже, наверное, 4-3 минутки она у нас в воде находится. За это время мы её просто успеваем опустить. Промыть ей все подмышечки, складочки. Вот. Головешкин. Сейчас глазки протёрли. Глазки очень тяжело протирать, в том плане, что они такие хрупкие, маленькие, и всё равно не всегда идеально получается их почистить. Но сейчас вроде хорошо почистились. Глазки протираем стерильными шариками этими. Где мой шляшки? Куси, куси, сёси. Сёси такая хорошая. Сёси так нас успокаивает. Сейчас остывай немножко, котёночек мой. Ой, какой сладенький. Да чего ж хорошенький. Что-то мы искупали нашу ягодку. Ой, зайчик. И сейчас пойдём клушать и спать. А ещё, пока мы до конца не оделись, хочу показать, как выглядит наш пупочек две недели от рождения. Видите? Вот такой шеладенький пупочек. У нас, получается, вчера ещё шкварочка одна отвалилась. Ну, болячечка такая. Вот. А так, получается, в четверг у нас отвалилась прям штучка-закрепушка такая, которую в роддоме ещё сделали, когда пуповину всё завязали, вот это всё пупочек. Вот. Это, получается, четверг. Это какой час? Куси-куси-куси-куси-куси. Вот этот костюмчик тоже 56-й размерный. Он почему-то такой... А, это 62-й. Ё-моё, а что тебе ребёнка 62-й наряжают? Ну, ладно, уже чего. А я ещё и думаю, что он так выглядит. Как будто бы ты в Оверсайде, да, котёнок? Ну, я думаю, что малышам-то пофиг, что ей, она же просто валяется в этом. Да? А я думаю, что он такой какой-то большой. А как он у меня оказался наверху? У нас же есть ещё вот такая расчесочка. Ай, какие красивые волосы, мамочки. Так, ну что ж, мне сегодня что нужно сделать? Сейчас уже 0.40, наша дочурка не спит, там она со Славой сидит. Сначала мне нужно помыть полы, протереть стёкла, помыть раковину на кухне. Я это сейчас буду делать, понятно, без камеры, чтобы быстрее это всё сделать. И мне ещё нужно помыться, помыть голову, её посушить, эту голову, потому что я не могу с мокрой головой ходить. Раньше спокойно бы могла, но сейчас не могу, потому что в любой момент я понадоблюсь ребёнку, это может затянуть. И тогда мне придётся, типа, очень долго быть с мокрой головой, и типа в 5 утра не хочется голову сушить. Там уже, наверное, сушить нечего, будет всё сухой. Ну, короче, в общем, в любом случае, надо всё это мыть. Так что всё, я на этом с вами прощаюсь. Я думаю, что этот влог получился у нас, кстати, длинней. Вот, но это как раз-таки за счёт того, что вчерашний у нас получился немножко такой не очень длинный, коротенький. Ну вот, надеюсь, что вам понравился этот влог. Всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы. Всем пока!